Всем привет, дорогие друзья! Перед нами очередной интересный случай из жизни рыбки в аквариуме. Этот хорн каким-то образом проглотил нитку. Я так думаю, что с помощью этой нитки привязывали растение к коряге и видимо он очень так буйствовал в аквариуме, раздирал все вокруг и стал жертвой этой самой нитки. Он сейчас очень такой бойкий, активный и для того чтобы я могла вытащить эту нитку я введу в воду транквилизатора. Через несколько секунд, может быть минуту, рыбка начнет засыпать. Мне будет легче освободить ее от этой нитки. Так вот хорн заснул, немножечко еще такая у него активность есть, но этого вполне достаточно для того чтобы провести работу. Вот я сейчас уже посмотрела, у него с правой стороны эта ниточка обернула жабру. Если видно? Нет, не видно. Сейчас попробую, может быть, через какую-нибудь лампочку сейчас найдем. Так, еще раз. Вот теперь лучше видно. Да, ну что ж, поехали. Жабра очень травмирована из-за этой нитки. Периодически опускать его обратно в воду с транквилизатором, а то он приходит в себя. Посвети, пожалуйста, сюда на жабру. Так. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Так, есть. Все. Вот видим травмированная жабра. Сейчас я его переношу в чистую воду без транквилизатора. После того, как рыбка придет в себя, я внесу в воду ранозаживляющий противобактериальный препарат, потому что в этом месте уже начался некроз. Нужно, чтобы жаберка зажила. И я думаю, что с Хорном будет все в порядке. Вот, друзья, посадила Хорна в лечебный аквариум и сейчас добавлю ему препарат фирмы Эша 2000 с противобактериальным ранозаживляющим действием. Так, здесь аквариум 50 литров. Нужно, в моей инструкции, 25-50 капель на 100 литров. Добавляем 20 капель добавлю. Ну, вот так. Все. Сейчас в течение нескольких дней он будет сидеть в этом аквариуме и потом вернется к своим хозяевам. Всем удачи! Пока-пока!